Приветствую вас, уважаемые мои подписчики, а также тех, кто случайно забрел на канал и обязательно подпишется после этого видео. В общем, обращусь сначала к любителям выпить. Если вы выпили и в доме все съели, и у вас есть только мука, соль, вода и масло, ну, если не оливковое, в крайнем случае обычное подсолнечное рафинированное, вы всегда можете приготовить прекрасные арабские лепешки, которые очень вкусные, но при этом очень простые, и в магазин не надо идти. Так вот, приступим. Что нам для этого понадобится? Мука 200 грамм, щепотка соли, сразу ее сюда защепотим, можно даже готовить без соли, но солью будет такой вкус более приятный, без соли будет сильно пресно. Вода 100 миллилитров и чайная ложечка масла. Какое у вас есть растительное? Я даже возьму для простоты обычное рафинированное подсолнечное масло. Итак, приступим. Берем емкость, для того, чтобы в ней было удобно это все замесить. Выливаем воду. И начинаем колдебасить. Когда тесто уже чуть-чуть такое густенькое стало, берем масло, добавляем чайную ложечку. Добавили. И продолжаем колдебасить. И вот, как видите, ингредиентов не осталось, все в тесте. Ну, теперь можно не одной рукой, а двумя руками. В общем, мять его мять, хорошенько надо вымесить. Вот, помял я это тесто, ну, наверное, минуты две. И оно стало такое, вот, видите, мягкое, по консистенции похоже на жевательную резинку, которую уже жевали. Вот. То есть, его надо хорошо вымесить, чтобы крупакам оно не липло. Вот такой прекрасненький мячик. Помяли-помяли. Вот, можно сделать такой кружочек. Тут будут трещинки какие-то, это не страшно, не обращайте внимания. Не пытайтесь получить идеальный шар теннисный. То есть, даже если такие трещинки, особенно если вы долго вымешиваете, они будут, никуда от них не денетесь. Кладете куда-нибудь. И накрываете, чтобы мухи не какали. Каким-нибудь полотенечком. И оставляете так на 20 минут. Но я на этом не остановлюсь. И, поскольку я уже знаю, что этого количества для меня будет мало, сделаю еще таких 2-3 порции. Ну, а к вам вернусь после того, как тесто минут 20 полежит, и будем жарить. Итак, вот он шарик. Полежал минут 20 приблизительно, плюс-минус. И берем, делим его на 8 частей. Сделали такие шарики. Не обязательно они нужны идеально ровные, но чем ровнее, тем ровнее будут ваши лепешечки. Что в конечном итоге большого значения не имеет. И начинаем из этих шариков делать лепешечки. Если у вас есть такой прекрасный коврик, как у меня, то можно мукой даже не посыпать. Но я мукой посыпаю, потому что немного к вот этой качалке прилипает. Ну, а если вы делаете на столе или еще на чем-нибудь, то, конечно, посыпать мукой надо. Вот, как видите, не сильно я старался с шариками. И получилась у меня не сильно ровная лепешечка. Ну, и таким образом делаете вот такие лепешечки. Либо их складываете. Одну за другой и одну на другой. А потом все сразу жарите. Либо, если у вас хорошо это получается, можете раскатывать и параллельно жарить. В принципе, мне так гораздо удобнее. Так вот, как я сказал, делаете лепешечки, я не буду сразу все делать. Буду делать по мере жарки, мне так удобнее. Вот. Они получаются такие кругленькие, с кругленьких шариков. Но, специально вот я сделал кривые. Если даже у вас будут такие кривые, ничего в этом страшного нет. Специально для эксперимента я так и сделал. Ну, что ж, переходим к жарке. Жарить будем. На любой сковородке можно жарить. Но, скажу, что лучше, конечно, на сковородке с каким-нибудь антипригарным покрытием. Включайте, ну, по крайней мере, на моей плите. Это максимальная мощность. На вашей можете потренироваться, но я делаю на максимальной мощности на своей плите. И даже вот такая видавшая виды сковорода с антипригарным покрытием лучше, чем обычная стальная. Но это не принципиально. Просто на стальной у вас иногда будет что-то здесь прилипать. И потом, следующая лепошечка, будут на ней такие легкие угольки, что, в принципе, опять-таки большого значения не имеет. Но легче делать на такой. Так что на любой сковородке ничем ее не мажете, ничем не смазываете, ничего не сыпите. Хорошенько разогреваете и лепаете лепешку. А так, ляп и ждем. И вот, как видите, прекрасная лепешечка. Ну, с каждой стороны приблизительно они жарятся минуты-две, но это зависит от мощности, от теста, от толщины и так далее. Вы это в процессе сами поймете. Ничего сложного в этом нет. Ну, и таким образом жарите все остальные. Вот, как видите, эта лепешечка тоже надулась. Зависит это в первую очередь от того, насколько толстое и тонкое тесто. Если тесто очень тонкое, они надуваться не будут. Но на вкус это практически не влияет. Так что ничего не бойтесь, жарьте и хавайте. Итак, приготовили лепешечки. Но это такая гора, имейте в виду, это тройная порция того, что я вам показал, поскольку я уже знаю, что одинарной мне мало. Делается все очень просто, никаких дрожжей, ничего. Вот получаются такие шарики. Или же вот такие плоские штучки. И то, и то вкусно, не пугайтесь. Ну, что ж, попробуем. А что надо для того, чтобы попробовать? Вот, например, березовой настойки, рюмочку. Ну, и так, как я вначале сказал, сделаем вид, что в доме ничего нет. Только мука, соль, вода. Не, ну понятно, что березовая она есть. Ну, какой-то огурец, там, соус. Берем лепешечку. И пробуем сначала просто так. Ммм, вкусно. Слегка хрустит. Рекомендую вам есть их свежими. Неповторимо. Макаем. Идем. Есть можно, с чем хотите. Даже с вареньем. И запивать, конечно же, например, шоколадным ликером, рецепт которого вы найдете на канале. Ну, сегодня березовая настойка у меня. Рецепт, который тоже есть на канале. Поэтому я возьму, вот так оторву. Причем, тесто получается как слоеное. И огурец при желании можно даже вовнутрь запихать. И есть надо это все так руками. Спасибо нашим друзьям-арабам за такой прекраснейший продукт. Я имею в виду лепешки. Огурцы у меня свои в горчичной заливке. Может, я тоже как-нибудь покажу это, как их делать. Рюмочку выпиваем. И быстро заедаем. Ммм, лепешка с огурчиком. Практически консервированным. Изумительно. В общем, я тут буду продолжать свою терапису. Возьму еще, конечно, борщу, картошечку. То есть, то, чего в доме нет. Буду продолжать получать удовольствие. Ждать наступления темноты. Но не для того, что там кто-то мог подумать. А для того, чтобы лечь поспать после того, как я все это продегустирую. Ну, а вы, дорогие мои, если подписались на канал и забыли постучать в колокольчик, постучите. Потому что можете пропустить лучшее видео на канале. Которое будет еще, очевидно, выходить. Ведь каждое видео у меня оно лучше и лучше. Ну, а, конечно, те, кто был случайно на канале и не подписался. Вам просто необходимо подписаться. Ну, и, естественно, в колокольчик подзенкать. В общем, подписывайтесь на канал. Всем пока. Большой привет. А я буду хавать. Вот эти лепешки, смотрите, вот такие. Видите, они так, в основном, такие пышненькие. Хотя, как я сказал, есть некоторые плоские. Вот если ее разорвать. Вот они такие слегка хрустящие, но не сухари. Вот здесь внутри немного жгкомягенькие. А вот здесь, где немножко пригорели, такие вкусненькие, хрустящие, вот. Прям те, которые идеально получились, прям расслаиваются, вот такие прелестные, прелестные, прелестные.